Как выглядит столица Камчатского края, Петропавловск-Камчатской, с высоты птичьего полёта? Стихотворение Леона Гроховского «Открытие Камчатки» было опубликовано в 1956 году века минувшего. Второй день 2021 года. Короткий выпуск рубрики «Камчатка. День за днём» вы уже посмотрели. Теперь пора поговорить более длинно. Как я уже упоминал в нескольких выпусках своего видеодневничка, незадолго до конца прошлого года мы с женою закончили составление пиетической антологии «Стихи о Камчатке», которая, если всё сложится нормально с Божьей помощью, выйдет ближе к середине нынешнего 2021 года. В эту антологию войдут стихи как местных сочинителей, так и заезжих стихотворцев. Я держу в руках прототип антологии, напечатанный в единственном экземпляре и предназначенный для демонстрации грядущим меценатам, потому как деньги на печать антологии каким-то образом собрать нужно. Хорошо, что есть неравнодушные заинтересованные люди, которые уже выразили желание помочь в выпуске этой самой антологии. Кстати, объём обработанного материала слишком велик, поэтому вот это вот издание будет лишь первою книгою, а, ежели оно будет востребовано, а я на это очень надеюсь, выйдет и вторая книга. Я прочитаю вам одно стихотворение из антологии «Стихи о Камчатке». Автор Леон Гроховской, стихотворение «Открытие Камчатки». Оно было впервые опубликовано в 1956 году на страницах главной газеты «Полуострова», на страницах «Камчатской правды». Итак, Леон Гроховской, «Открытие Камчатки». Дика земля, покрытый сопким хом. На берег брошен океан огромный, и чёрный мыс шершавым языком вылизывает небо купол скромный. С утромным шумом рушатся валы, кипят седою яростью буруной, тяжёлый вздох исторгнут из скалы, как будто кто-то в глубине земли задел натянутые туго струны. Сирые полосатые облака, свет солнца сух и холоден и ярок, как будто прислан он издалека вселенной бесконечную в подарок. Кустарник пробивается свой снег, причудливо изогнутый берёзы, и там, где ветра усмирён разбег, шиповник тянет к небу свой побег, роняя в землю рдеющие слёзы. Землепроходец долго смотрит вдаль, взволнован красотой суровой края, и капли дождевые, как хрусталь, на непокрытых волосах играют. На лбу от пота выступила соль, но с первым трепетным лучом рассвета поспешно установлена буссоль, и вскоре неизвестная дотоль очерчена земля на карте. Это. В вершину сопки воткнуто древко, и молнии, разряды грозовые, флаг озарив, умчались далеко, всем возвестив величие России. Внезапно ветер усмирённый спал, дождь прекратился, море стало гладким, и в вахтенной записано журнал. Открыта русская земля. Камчатка. Напоминаю ещё раз, это стихотворение Леона Гроховского «Открытие Камчатки» было опубликовано в 56-м году века минувшего на страницах главной газеты «Полуострова», на страницах «Камчатской правды». Но вы, наверное, устали от моей болтовни, поэтому давайте посмотрим, как выглядит столица Камчатского края, Петропавловск-Камчатской, с высоты птичьего полёта единственным глазом летучего фотографического аппарата, который сегодня я подымал в воздух в районе КП. Итак, смотрите. Петропавловск-Камчатского края «Открытие Камчатки» «Открытие Камчатки» «Открытие Камчатки» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...